МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске мы расскажем. Новая схема движения на перекрестке улиц Первомайска и Ленина вызвала немало нареканий среди автомобилистов Нарьенмара. В чем причина? Разбиралась сегодня наша съемочная группа. Обращение главы региона федеральной структуры возымело свое действие. Сегодня стало известно о снижении до прежних размеров стоимости путевки на вылов семги для рыбаков-любителей Ненецкого округа. В среднем комплект школьной формы, учитывая спортивную форму и обувь, россияне потратят 13,5 тысяч рублей. А если семья многодетная, на какую помощь из окружного бюджета могут рассчитывать многодетные родители при подготовке детей к новому учебному году? Проект «Бережливая поликлиника» запущен в текущем году в детской поликлинике Ненецкой окружной больницы. Инициатива является частью мероприятий национального проекта здравоохранения и призвана сэкономить время пациентов и врачей. Резкое увеличение стоимости путевок на вылов атлантического лосося для рыбаков-любителей Ненецкого округа вызвало острое возмущение в регионе. Жить у реки и без рыбы для жителей нашего Печорского края – нонсенс. В решение проблемы вмешались региональные власти. Об этом и рассказали нашим телезрителям вчера в вечернем выпуске новостей. Напомним. Причины для возмущения веские. В этом рыболовном сезоне, который стартовал в акватории реки Печора 24 июля, вылов семги и рыбы частяковых пород стал практически недоступен местным рыбакам-любителям. Без объявления, так сказать, войны, федеральное государственное учреждение «Главрыбвод», входящее в состав «Росрыболовства», подняло стоимость путевок на вылов атлантического лосося для рыбаков-любителей в Ненецком округе сразу на 50%. По карману-то это бьет? Бьет, бьет. Ты тысячи отдать и еще порыбачить? Да порыбачить. Да еще бензин, плюс бензин, это обходится 5 тысяч. 5 тысяч. А поймал ты, не поймал, это денег стоит. За местных рыбаков вступились региональные власти. Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский обратился к руководству Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Федерального агентства по рыболовству с просьбой снизить стоимость путевок для жителей региона на вылов семги, о чем сообщил вчера на оперативном совещании в администрации, где в числе прочих рассматривался и этот вопрос. Сегодня стало известно о положительном решении федерального ведомства. Федеральное государственное учреждение «Главрыбвод» подведомственное учреждение «Росрыболовство» снизило стоимость путевки на вылов семги до прежнего размера – 2000 рублей. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский. Не могу не поделиться хорошей новостью. «Росрыболовство» вернуло прежние цены на путевку на вылов семги. В Москве слышат регионы. Продолжаем отстаивать права простых рыбаков. Еще далеко не все вопросы решены, написал глава региона. Речь идет об отсутствии на территории региона путевок на добычу сега, рябушки и частяковых видов рыб, таких как щука. В Ненецком округе подходит к завершению кампания по временному трудоустройству подростков. В летний период заработать личные средства смогли более 1200 несовершеннолетних. Кампании по трудоустройству школьников в летние месяцы приняли участие 87 учреждений и организаций региона. Количество организаций, желающих взять на временную работу несовершеннолетних, с каждым годом растет. Лидеры по числу трудоустроенных подростков – Ненецкая окружная больница, клуб активного отдыха «Белый Лис», общество с ограниченной ответственностью «Сервис НАО», комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию и муниципальное предприятие «Коммунальщик» в поселке Красное. «Были те работодатели, которых нам приходилось, скажем так, уговаривать, что возьмите, вот, а потом после первого месяца, когда работодатель отработал, в общем-то, видимо, он проникся, вот, и, собственно говоря, в последующем месяце уже сам заявлял, сказать, давайте мне еще детей, это, в общем-то, эффективно, полезно для нашей организации, дает возможность отправить в отпуск где-то своих сотрудников, потому что дети далеко не всегда выполняют какие-то подсобные работы, не всегда занимаются высадкой цветов и благоустройством, где-то дети, в общем-то, выполняют функции и телопроизводителя, где-то они работают и дворником, то есть, по сути, это дает возможность отпустить своего основного работника в отпуск без, в общем-то, потери качества работы организации». Всего трудоустроиться на время каникул смогли 1223 подростка. Еще 25 школьников будут работать до конца текущего года в свободное от учебы время. Это те, кто по каким-либо причинам не смог поработать в летний период. «За месяц, наверное, до Нового года нам начнут уже поступать заявления, заявления, анкеты о том, что, в общем-то, есть желание и готовность работать. У нас ведь дети не всегда работают только в летний период, каникулярное время. У нас в этом году подростки работали и в феврале месяце, и в апреле месяце. То есть, это, в принципе, свободное от учебы время. Главное, чтобы эта деятельность не мешала, собственно говоря, учебе». На трудоустройство несовершеннолетних в период летних каникул в окружном бюджете предусмотрено более 34 миллионов рублей. За полный рабочий месяц каждый несовершеннолетний получает заработную плату в размере около 21 тысячи рублей. За трудоустройство подростков на время летних каникул работодателям возмещают понесенные расходы в размере 0,7 ставки. А также расходы на заработную плату сотрудника, неиспользованный отпуск при увольнении и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Александра Литкова, Владислав Ткачев, Телеканал «Север». До начала нового учебного года осталось совсем мало времени. Родители школьников заняты последними приготовлениями к новому учебному сезону. Дело это не только хлопотное, но и затратное. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе более 26 тысяч рублей. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое. Основные расходы приходятся на школьную форму и рюкзаки. В среднем на комплект школьной формы, учитывая спортивную форму и обувь, россияне потратят 13,5 тысяч рублей. А если семья многодетная, в преддверии нового учебного года руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа напомнил жителям региона о социальной поддержке таких семей при подготовке детей к школе за счет средств окружного бюджета. В рамках мер поддержки многодетных семей есть право на компенсацию расходов на подготовку детей к школе. В этом году воспользоваться единовременной компенсационной выплатой к новому учебному году смогут и родители учащихся 10-11 классов. Ранее такая мера поддержки предоставлялась только ученикам первых девятых классов. Обеспечить социальную поддержку старшеклассников из многодетных семей поручил в прошлом году профильному департаменту глава региона по итогам встречи с активом многодетных родителей. В марте 2019 года соответствующие изменения были внесены в окружное законодательство. За счет средств окружного бюджета многодетным родителям компенсируют затраты на подготовку детей к школе в размере 9 тысяч рублей, при условии, что доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи. Прием документов начнется с 1 сентября в отделении социальной защиты населения. Глава региона Александр Цибульский сегодня посетил детскую поликлинику. Он оценил ход реализации первого этапа проекта «Бережливая поликлиника», который запущен в текущем году. Инициатива, являясь частью мероприятий национального проекта здравоохранения, призвана сэкономить время пациентов и врачей. Также Александр Цибульский посетил два кабинета детской поликлиники, в которых проведена модернизация оборудования. Детская поликлиника встречает пациентов в обновленном виде. Холл лечебного учреждения зонирован, появился администратор и открытая регистратура. То есть теперь между регистратором и пациентом нет разделительного окна. Специалисты работают, не отвлекаясь на звонки. Также закуплена новая мебель и установлены различные электронные информационные табло. Глава региона обратил внимание руководства профильного департамента на то, что в рамках первого этапа необходимо было провести и косметический ремонт первого этажа поликлиники. В ходе посещения медицинского учреждения Александр Цибульский посетил и врачебные кабинеты. Врач-отоларинголог Александр Сафонов рассказал о новой установке, которая была приобретена и поставлена в поликлинику в этом году. После сегодняшнего дня модернизация вот этим оборудованием, а это лоркомбайн, его еще называют лорустановка, по аналогии с установками стоматологическими, позволила предсвязить условия работы в кабинете лор к европейским стандартам. То есть это оборудование хорошее? На сегодняшний день, да, обеспечивает все возможности полной диагностики и лечения, вплоть до микрохирургического, амбулаторной хирургией, вернее, заниматься в условиях одного кабинета. При этом система является модульной, то есть при необходимости ее можно докомплектовать и расширять виды оказания медицинской помощи. Второй кабинет, где было обновлено оборудование – кабинет УЗИ. По словам врача УЗИ Романа Михеева, высокотехнологичное оборудование сменило на посту своего предшественника, на котором работали с 2004 года. Это позволяет получать более четкую картинку ультразвукового исследования даже у самых непоседливых пациентов. Сегодня основная проблема – это, конечно, постановка диагноза. То есть методики лечения, они существуют годами, и они редко меняются. А вот самое главное – правильно поставить диагноз. И модернизация замены оборудования, конечно, позволит врачам более качественно и более точно ставить диагнозы, чтобы потом дальше продолжать лечение. По итогам посещения поликлиники глава округа Александр Цибульский заверил медработников, что власти региона готовы и дальше оснащать детскую поликлинику современным оборудованием, обеспечивая внедрение инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику. Привести перекресток улиц Ленина и Первомайской в соответствии с требованиями дорожной безопасности планировалось еще в 2015 году. Дело в том, что этот отрезок дорожного полотна принадлежит федеральной трассе, то есть обслуживает и благоустраивает его федеральная структура. А именно федеральное казенное учреждение Упрудор-Прикамье. И теперь очередность движения на данном отрезке дороги регулирует светофор. Кстати, он соответствует всем требованиям и имеет необходимую сертификацию. Однако новая схема движения вместо привычной, когда все движения на круге были доведены до автоматизма, не понравилась нальянмарским автомобилистам. Привычка, как говорится, вторая натура. Чтобы от нее отказаться и привыкнуть к новому, требуется время. Вчера на своей официальной странице ВКонтакте телеканал «Север» попросил автомобилистов поделиться первыми впечатлениями и высказать аргументированное мнение за и против. За несколько часов набралось более ста отрицательных отзывов. Основной аргумент следующий. Новая схема движения создала искусственные пробки на дорогах. Водитель ненецкой телерадиокомпании Михаил Пятышев – опытный водитель. С ним наша съемочная группа и отправилась опробовать регулируемую светофорами зону движения. Новый светофор. Есть все разметки, есть все знаки. То есть все четко, ясно, понятно. Вот полорог на лево. Иси в кирпич на встречную полосу. А у тебя были какие-то трудности уже с этим? Нет. Первый день ехали так немножко люди. Волновались. А сейчас нормально. Михаил считает, к новой схеме движения нужно просто привыкнуть. Одни его мнения разделяют, другие нет. Оно и понятно, ни у кого нет желания в утренние и вечерние часы ПИД попадать в пробки. Некоторые опрошенные говорят, что добираются изыскатели до места назначения в городе более 40 минут. Привычка, все равно привыкнут люди, все равно к одному. А так, не важно, лучше было, когда по кругу ездить. А почему вам неудобно водить на футбол? Ну, потому что, когда мы едем на левый поворот, здесь плохо получается. Здесь отсюда едут машины и там, надо их пропускать. Получается, там тоже пробка, они не могут проехать на зеленый свет. Не хватает полосы для движения в город, для поворота на Первомайскую, это как минимум. И здесь очень удобно, пересекают встречные машины. Я первый раз, первый раз, вот выехала, да, первый раз смотрю, вчера прочитала подслушанно, а сейчас вот первый раз еду, не знаю, не знаю, как это все будет, честным словом. Но мне кажется, неудобно, было раньше удобнее, наверное. Между тем, автомобилисты предлагают свое решение. В первую очередь, изменить интервал работы сигналов светофора на более удобный. И главное, расширить дорожное полотно. Карманы для съездов, аналогичные на перекрестках улиц Рабочая, 60 лет Октября, или Ваучейского и Октябрьской, сами собой напрашиваются. Время покажет. Если будут там пробки, туда будет больше времени необходимо. Если здесь пробки будут, здесь надо больше времени. Все зависит от времени и от потока. Создать пробки, это он уже создает. Я уже второй день, уже замолз в пробках. Так что это неправильно. Или паузу уменьшить. Там до ужина, если здесь налево поворачивают, со стороны, с Медовича, то есть с города, налево поворачивают, там становится пробка. Здесь надо расширить, чтобы налево на Первомайскую повернуть. Даже бывает, что и Николай встанет, и все уже за тобой все встали. На этапе благоустройства данного участка дороги, который находится в ведении федералов, администрация Ненецкого округа вышла на подрядчика работ. Упрудор при Каме. С конструктивным предложением. Не допускать сужения полосы движения на данном перекрестке. Сократить размеры островка безопасности. Кроме того, было и предложение расширить проезжую часть за счет переноса ограждения по улице Первомайской. Все требования властей согласованы с ГИБДД. Наши были предложения какие? 8 июля мы проводили, вернее, 8 июля мы написали письмо, у Пятого мы проводили встречу, приглашали депутатов, приглашали ГИБДД. Была видеоконференция организована, Супрдор при Каме. Там мы попытались объяснить, что эксплуатация дорог в зимних условиях достаточно сложна. Появляется накат, который ледовый, который очень сложно убрать в наших условиях. И содержание дорог тоже оставляет желать лучшего, как мы знаем. Снег некуда складировать, убирать. Достаточно много проблем и сужение на этом перекрестке дороги в районе больницы, старого здания больницы и Ленина 5, приведет к тому, что дорожная обстановка только ухудшится. Изначально подрядчик, работающий по контракту с Автодором, не соглашался ни на какие уступки в отношении развязки. Но когда вчера стало понятно, что она не совсем отвечает своему предназначению, уже сегодня, во второй половине дня, изменил дорожную разметку в пользу расширения полосы движения. Мы, конечно, обратились, чтобы пока в мигающий режим обратно перевели светофор до момента уширения полос. Но вот пошли они немного своим путем. Но, тем не менее, вот сейчас это уширение с отвороткой на Пермайску, может быть, даст какой-то эффект. Кроме того, чтобы разгрузить поток машин в часы пик, здесь будут дежурить сотрудники ГИБДД. Сейчас, в данный момент, нами было принято решение, в утреннее и вечернее время, часы пик, взять ее под ручное регулирование, чтобы наши уважаемые участники дорожного движения, уважаемые водители привыкли к этому нововведению, к этому перекрестку. И спокойно дальше уже продолжали свое движение. Тем временем в региональном департаменте строительства, транспорта и энергетики продолжат диалог с подрядчиком выполненных работ. Ольга Русл, Влад Ткачев, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды. Далее. Продолжение следует...